Всем привет! Сегодня хочу сделать обзор на фирму Золотое Руно. У меня уже есть вышитая картина от этого производителя. И посмотрите, новинка этого года. Вот такой замечательный наборчик, который ко мне приехал с официального сайта Золотое Руно. Ссылку на этот сайт я оставлю под видео. Там часто проходят акции, скидки. И как раз в ближайшее время будет скидка по промокоду. Всю информацию я оставлю в инфобоксе. Можете перейти по ссылочке, ввести промокод и получить скидку. Посмотрите, какой замечательный наборчик. Размер готовой работы 48х54 см. 59 цветов мулине. В последнее время новинки у Золотого Руно выходят почти все на канве 18 каунта. Но я заменяю на 16-ю. Мне для моих глаз привычно 16-я канва. В принципе, ниток у Золотого Руно всегда хватает. Даже если сделать замену канвы, то ниточек хватит. Мы со зрителями в трансляции это обсуждали. И отзывы были все положительные. Хотя есть очень много разработок и на 16-й канве, и есть даже на 14-й. Но в основном на 18-й. Чем мельче канва, тем четче и лучше разработаны детали, а также лица. Вот посмотрите на лицо этой девушки. Она просто прекрасна. Посмотрите, какая красота. Есть у них еще набор девушка с флейтой. И вот вышел вот такой вот красивый наборчик. Сейчас покажу, как комплектуются эти наборы. Входят в набор канва Цвайгард и ниточки Мадейра. Я вышивала ниточками Мадейра не один раз. В принципе, мне они нравятся. Очень хорошего качества ниточки. Разработка вот этого дизайна по мотивам картины Натальи Зубковой. Магия Востока серия. Мне очень нравится, как нарезаны ниточки у фирмы Золотое Руно. Они все на планшетках. Вот такие планшетки односторонние. Девочки, вот для меня самые удобные планшетки. Это вот такие вот картонные. Я не люблю намотку ниток, когда надо нарезать. Здесь все очень красиво, аккуратненько нарезано. Не все, правда, любят такую короткую нарезку, но я, в принципе, привыкла. Я вытаскиваю две ниточки из пасмы и вышиваю, если большие пласты. Если маленькие участки, то беру одну ниточку. Это очень удобно. Не нужно отрезать. Я думаю, что так экономичнее расходуются нитки. Именно поэтому такая короткая нарезка. И если нарезка очень длинная, ниточки некоторых производителей могут махриться. Поэтому все-таки идеальной считается короткая нарезка. Хотя мы с вами, вышивальщицы, любим нарезать метровые нитки. Кстати, я сейчас замеряю, какая длина. Получается у меня 28 сантиметров. Если учесть еще, что здесь петля, то 30 сантиметров. Сложено в два раза 60. Ну, где-то примерно 60 сантиметров. Ну, в принципе, нормальная нарезка. Как красиво выложены. Если в наборе используется много цветов, например, вот синий, да, у нас идет цвет, то вот посмотрите, сколько паз, это все идет один и тот же цвет. Поэтому у нас с вами планшеток больше, вот 80-х получается, розовые, какие красивые розовые цвета. Конечно, превью не передает всей красоты, которая будет в готовом виде. Сейчас я вам показываю эсмеральду. Это готовая работа от Золотого Руно. Это первая моя большая работа. И, собственно, у меня любовь с этой фирмой приключилась как раз-таки после этой работы. Есть у меня еще в процессах рыжий кот. Очень красивый. Тоже планирую его на следующем году закончить. Ну, и вот такой вот наборчик. Три богатыря. Вы давно уже ждете отшив этого набора. И хочу в ближайшее время начать вышивать вот этот набор. Он у меня на очереди. Здесь вот такая огромная упаковка. В предыдущем наборе, обзорный, который я делала, упаковочка поменьше. А здесь вот такая вот огромная упаковка. Ну, здесь и размер картины, конечно же, больше. Здесь размер картины 40 на 56,6 сантиметров. 96 цветов мулине. Ну, и сейчас переходим к схеме. Хочу показать, какая схема у фирмы Золотого Руно. Ну, во-первых, вот смотрите листы, фрагменты. В данном случае, вот в наборе Девушка с флейтой, 12 фрагментов, 12 листов. Листы большие. Формат А3. А я люблю А4 формат. Ну, и, в принципе, А3 тоже очень удобный. Формат на простой бумаге напечатан. Это тоже хорошо. Я не люблю глянцевые цветные схемы. Для меня лучше либо цвета символьная, либо такая черно-белая схема. Смотрите, какие вот участки, фрагменты зашиваются одним цветом. В принципе, нормально. Иногда на первый взгляд, вроде как кажется, да, иногда рябит в глазах. Но потом привыкаешь. Потом, в принципе, привыкаешь и нормально. Есть вот некоторые участки, очень такие вот сложные, где много цветов намешано. Но, опять же, тоже это на первый взгляд. Но если цветная и яркая схема, то вот такие сложные участки еще тяжелее вышивать, чем по черно-белым схемам. В принципе, нормально. И вот в трансляциях мы тоже обсуждаем. Кто-то из девочек больше любит цветные схемы, кто-то черно-белые. В принципе, это все на любителя. Описание идет. Ключ. Также здесь вот используются бленды. Почти все наборы золотой руны вышиваются крестом в одну или в две нити. Кстати, читайте внимательно описание. Потому что на 18-й канве некоторые картины вышиваются в одну ниточку, некоторые вышиваются в две нити. Если, допустим, мы будем менять канву с 18-ю на 16-ю, а заявлено в схеме, что вышивается в одну нить, то нужно два набора, потому что на 16-й канве мы точно будем вышивать в две нити. Но данный набор у нас с вами вышивается, как мы видим, в две нити. Так же, как и набор «Три богатыря» вышивается в две нити, поэтому ниток здесь много. Ну вот, в принципе, это основное, что хотела вам показать. Какая канва здесь используется? Канва молочного цвета. Цвет айвори. Молочного цвета канва. Ну, в принципе, здесь полная зашивка. Я иногда меняю на молочную, иногда на белую. Ну, то есть планирую менять. Вот «Три богатыря», там у меня белая канва. В принципе, она не сильно отличается от канвы айвори. И вот, как видим, такая характерная полосочка. Это фирма «Цвайгард». Кстати, иногда в наборах канва фирмы «Цвайгард» без оранжевой полоски. Такое тоже может быть. Не всегда. Иногда фирмы-производители закупают оптом ткань. И бывает, что не везде есть эта оранжевая полоска. То, что мы видим в продаже канву метражом, когда нам продают, там везде вот такая оранжевая полоска. Это та, что идет в розницу. А когда закупают производители, не всегда есть вот эта полоска. Это мы тоже в трансляции с девочками обсуждали. Так, ну и что. Я сейчас вам покажу набор «Три богатыря». И как раз таки вместе с вами приступлю к началу этого большого и грандиозного процесса. За что я люблю наборы? Потому что здесь подготовка к процессу, в принципе, минимальная. Я очень не люблю нарезать нитки, развешивать их на органайзеры. Именно поэтому предпочтение отдаю наборам. Единственное, что мне нужно сделать, это развиновать канву и запялить ее. Вышивать буду на пяльцах. Большие работы, огромные. Мне все-таки удобнее вышивать на пяльцах. На пяльцах у меня очень большого станка нет. Максимальная рама у меня 60-40 на 60 сантиметров. Ну а здесь, как мы видим, работа будет 40 на 56,6. Но это на 18-й канве. Я буду заменять на 16-ю. Поэтому размер будет чуть больше. Наверное, это будет самая крупная работа в моей коллекции. У меня есть на 16-й канве 55 на 35 размер. Но там не полная зашивка, а здесь полная зашивка. Итак, приступаем к началу нового процесса. Канва также здесь молочного цвета. Иголочка. Я буду заменять. У меня канва будет белого цвета. На первый взгляд иногда бывают просветы. Но потом, когда работу стираешь, все просветы закрываются. Вот предыдущая моя работа. Эсмеральда была вышита на канве белого цвета на 16-м каунте. И, в принципе, все было нормально. Когда вышивала, конечно же, небольшие просветы были. Но потом постирала, натянула на раму. И все. И уже никаких просветов не было. Посмотрите, сколько ниточек. На самом деле, меня не пугают процессы, где большое количество цветов. Я даже люблю большое количество цветов. На следующий год планирую вышивать многоцветки. И девочки писали, что нужно правильно организовать процесс. Для меня вот такая организация процесса очень удобна. Когда просто по номерам. Раз, два, три, четыре, пять. И тут практически не запутаешься. Я когда беру ключ, вот здесь вот в ключе, здесь уже пронумеровано. Вот первый, второй, третий. Если здесь используется несколько пасм, то вот мы видим номер 60 и 61. Это номер 717. То есть вот один цвет. Вот так же я буду организовывать многоцветки. У меня есть органайзеры. Органайзеры можно купить. Тоже в магазинах они есть. А можно сделать самодельные. Вот, допустим, дыроколом я делала дырочки. Такие самодельные у меня были органайзеры. Кстати, много лет вышивала на таких самодельных органайзерах. А потом уже стала покупать вот такие вот органайзеры. Но вот видите, здесь двойной органайзер, да, с одной и со второй стороны. Мне удобнее вот такие вот. Одинарные, односторонние. Нитки меньше путаются. Кстати, на первый взгляд, вот вроде тонкая картонка. Но нет, они не рвутся. Но я вот вышила эсмеральду, и у меня планшетки вот эти не порвались. Кстати, хочу вам заодно показать небольшой такой, небольшой совет, как вышивать на таких планшетках. Девочки иногда жалуются, что у них рвутся вот эти планшетки. Это говорит о том, что вы неправильно вытаскиваете нить. А как нужно вытаскивать нить? Вот берем иголочку. Вот видите, вот здесь такая петля. Петля. И нужно подцепить вот отсюда, вот из этой петли. Но не вот отсюда сверху, не с обратной стороны. А вот именно вот здесь. Вот видите, где петля. Но обязательно нужно вытягивать одну ниточку. И когда вы тянете, вы вот эту вот нижнюю пасму, вот так немножко ее придерживаете. И все, вот она тянется очень даже легко. Ничего при этом абсолютно не рвется, сильно не запутывается. Если вы будете пытаться сразу две нитки вытянуть, тогда да. Тогда вам будет сложно, будет путаться. Если вы отсюда начнете сверху подцеплять, то возможно порвете планшетки. Вот именно вот здесь, вот из этой петли нужно вытягивать нитку. И все будет легко и просто. Я сейчас принесла канву 16-го каунта, тоже слайдер, на который планирую вышивать. Приложила и хочу сказать, что как-то не очень большая мне разница, как мне кажется, между 16-й и 18-й. Хотя я вышивала на 18-й Dimensions, там мне очень мелко. А здесь, в принципе, вот я не знаю, интересно даже было замерить. Ну хотя нет, разница, конечно, есть. Все-таки буду вышивать на 16-й. Канву я всегда разлиновываю водорастворимым маркером. Ого, огромная получается работа. Сейчас помечу центр и от центра начну разлиновывать вправо и влево, для того, чтобы не ошибиться. Обязательно от центра, чтобы не было такого, что вот здесь с одной стороны не хватило, а с другой стороны осталось бы больше. Размечаю я всегда водорастворимым маркером, купленным на Алиэкспресс. Но вот у меня в наборе, в китайском наборе, были вот такие два стержня. И они так тоненько разлиновывают. В принципе, здесь полная зашивка, даже если не полностью маркер отстирается, хотя у меня такого не было, обязательно нужно готовую работу замачивать сначала в холодной воде. Ни в коем случае не нужно помещать в теплую воду, еще и с моющими средствами. В холодную, ну комнатной температуры воду полежит, там маркер отойдет, и только тогда можно работу стирать. В принципе, маркер в теплой воде, он сразу как-то заваривается и образует желтые пятна. Если вы все будете делать правильно, будете замачивать сначала в холодной воде, то будет, все будет нормально отмываться. Чем мне понравился вот этот вот стержень, он очень-очень тонкий. Очень тонкий, и вот так ставить крестики на пересечении очень удобно. Но я обычно прям полностью линейкой, полностью линейкой делаю разметку. Сетку 10 на 10 клеточек можно отсчитать, каждый раз отсчитывать, потом замерить. И есть циркуль измерительный с двумя иголочками, и потом можно вот так вот откладывать. Это, в принципе, очень быстро, если вот так откладывать, а не каждый раз пересчитывать. В общем-то, никогда у меня сбоев не было. Можете посмотреть отдельное видео. Кстати, для новичков у меня есть плейлист, где там уроки, советы. И, в общем-то, там много всего. И, в частности, подготовка к процессам, как я разлинуваю канву, как стирать готовую работу. Все у меня в отдельных плейлистах есть. Запяливать эту работу буду в пяльца нурги. Ни разу еще я на них не вышивала. Они, правда, тяжелее, чем обычные круглые пяльца. А вот у меня такие вот дешевые обычные круглые пяльца. Мне, в принципе, они нравятся. Единственное, здесь вот немножечко больше захват. То есть не нужно чаще переставлять. Вот я попробую, скажу вам потом, как тяжело мне в руках их держать или нет, эти пяльца. Потому что на весу, в принципе, когда долго держишь, может быть, рука будет уставать. Вот на этих пяльцах не устает у меня рука. Я лишнюю канву скручиваю и биндерами ее прихватываю. Кстати, у меня трансляции проходят. Очень длинные трансляции, где отвечаю на все вопросы. Если у вас есть еще какие-то вопросы, можете оставлять их здесь в комментариях. Либо приходите ко мне в эфиры. И онлайн мы с вами пообщаемся. А также покажу вам продвижение по моим процессам. Если вам понравилось видео, не забывайте ставить лайк. Напоминаю, что ссылочка для перехода в магазин, а также промокод. Все оставляю вам под видео. Удачных вам покупок. Переходите на сайт, делайте заказы. Спасибо вам за просмотр. С вами была Инесса. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok